Всем привет! С вами, как обычно, Меломан, и сегодня мы продолжаем разбирать ваши реплейчики, будем искать ошибки, ну и давайте советы по ходу боя, что и как можно было сделать лучше. Наш сегодняшний герой с ником Охотник будет отыгрывать этот бой на в среднем прем танке 8 уровня Defender. Насколько я знаю, это очень сильная СТ-шка с очень крепкой башней. К сожалению, у меня этого танчика в ангаре нет, поэтому все плюсы и минусы этого танка я не знаю. Ну да ладно, неважно. Решает он, конечно, поехать отыгрывать СТ-направление. Очень хорошую позицию занял от башни, куда его будет очень сложно пробить, наверное, если только в лючок. Выдал, вроде как, 3 тычки по пантерке. Неплохо-таки. Ушел в КД. Короче, КД довольно-таки неплохое, кстати. 16 секунд всего. На мое удивление, это очень быстро. Тут у нас подставляется 50-100, и сейчас, наверное, он его будет обрабатывать. Ну да, конечно, будет. Я же смотрел этот бой. Окей, кстати, когда я вот смотрел этот бой первый раз, я такой думаю, блин, а где, где ошибки? Ну, типа, я вот смотрю на этого игрока и думаю, блин, чел, какой-то статист походу. Ну, типа, грамотно стреляет, откатывается, когда надо. Вроде как сводится, все хорошо он делает. Такой, думаю, странно. Наверное, какой-то победный бой. Такой, ну, окей, будем смотреть дальше. А, кстати, да, когда я досмотрел этот бой, я очень сильно удивился его статистике. Предлагаю вам, не знаю, угадать, что ли, как вы думаете, какая у него была остатка. Я думаю, она вас очень сильно удивит. Да, тут, короче, подставляется пантерка, он успевает среагировать и, ну, выдает по ней пробитие. О, неужто у него по Бэшке, ой, точнее, по 50-100 тычка не залетела? Ну, да ладно, остальные три он в нее красиво положил. Да, неплохо. Остается у него 600 КП, то есть, с барабана он ее точно заберет, когда перезарядится. Думаю, уже пора бы поджиматься по точку С и вкатывать, так как тот же 50-100 в КД. Тем более, на точке Б светится СТ-шка, то есть, это 100-пудово нужно делать, ехать и забирать этот танчик, что он, собственно говоря, и делает. Да, вот здесь, конечно, можно было эту точку не получать, но это не так критично, если честно. Не сразу уходит в КД, ну да ладно, тоже сойдет. Не стал брать точку С, решил прожать их рез. Тоже как вариант, но можно было и здесь остаться, постараться как-то по точке А пострелять по этим ТТ-шкам. Вот он хотел, наверное, вернуться, но тут подсветилась эта ПТ-шечка. Кстати, вопрос такой. Я вот все характеристики не знаю, но пробивает ли этот танчик вот эту ПТ-шку в корму фугасами? Ну, сейчас просто будет интересненький момент. Кстати, видели, как он сейчас опять в лечок закинул пробитие? Ну, это, конечно, да, везет ему. Да, он там вкатывает пиршинки, и он едет ему помогать. Окей, и вот сейчас он вкатывает к ней в корму. По идее, вот все три тычки можно было отдать фугасами, я считаю. И, ну, наверное, я не знаю, пробивает он или нет, это под вопросом, короче. Так-то он молодец, что он весь барбан в него положил. Ну, возможно ли было засейвить нашего пиршинга, если бы он стрелил в фугас? Я вот не могу это проверить, к сожалению, потому что у меня от его танчика нет. Ну, окей, он заехал к ней в корму, все. Он в безопасности, так сказать. Сейчас ее спокойно доберет. Добирает, и должен сразу же уходить в КД, потому что поблизости никого нет. Ну, что-то проходит несколько секунд только, когда он до этого додумался. Ну, да ладно, не суть. У нас из союзников остался один борщ, который, скорее всего, тоже скоро отправится в ангар. Ну, начинаем, короче, фиксировать информацию, так сказать. Не знаю, вам, наверное, плохо видно из этих ников, сколько хп у гуся, но у него где-то 761 хп. То есть, с барабана наш дефендер, наш охотник, его точно забирает. В льва, конечно, смысла нету вкатывать, но он этого и не делает. Он прям уверенно едет убивать гуся. Я такой думаю, ну окей, блин, так когда же он ошибется? Думаю, сейчас он просто вкатит в гуся и разберет его. Думаю, что он как-то льву проиграет пвп, но и начинается, короче, вот самое интересненькое. Зачем он остановился и начал стрелять по нему голдовыми ббшками? Типа, он бы так и так получал бы пробитие от этого гуся. Ну, так и так. Что нужно было сделать в данной ситуации? Ему нужно было просто поехать и упороться, ну, заехать в борт и выдать ему нормальный барабан обычных ббшек. И тогда он бы его стопудово забирал. Ладно, смотрим дальше. Он получил тычку раз. Да, в ответ, конечно, он выдает свой барабан, но, как видите, а львы забрать этого гуся, который был, по идее, на барабан, ему не хватает. И получает еще одно пробитие. Да, пытается уехать, окей. Где-то поблизости лев, но он пока что не светится. Везет, конечно. Опять же. Он все еще свету, сейчас собирается выкатываться под гуся. Гусь это видит. Вопрос. Почему не попытаться не поразводить его? Ну, раз лев пока что не светится. Ну, типа, ты явно останешься шутный, и... Как бы у гуся вообще могу пройти бы перк. Там же вроде как альфа максимально 500. Он просто выкатывает, ну и сразу получает пробитие от него, как видите, да? Да, но забирает его. Хорошо. Ну, блин. Почти фуловый танк был. Из-за одной ошибки, из-за того, что он не решился вкатить и выдавить от него нормальный барабан, но он остался шутным. Да, тут сталкер нам подсказывает, что точки брать, но точки уже не помогут. В КД ему смысла уходить нет, потому что, как видите, у него сломана боевая укладочка. Поэтому он пока что отправляется на поиски льва. Он его находит, ловит. Удачный тайминг. Не знаю, можно было, конечно, покатку отдать, но, скорее всего, лев бы успел бы довернуть. Окей, повезло. Лев не попадает. Но КД очень долго. Начинаются танцы-шманцы. Окей. Ну, пока что он не решается уезжать. Я вот... И, короче, вот, ну, просто... Я упустил мысль, сори. Лев просто выкатывает и ловит его на такой глупой ошибке. Что можно было сделать в этой ситуации? Я думаю, что нужно было оставаться рядом с этими контейнерами, прямо вот здесь, вблизи, вот тут. Рентгеном он бы высветил и слева, и справа, в любом случае, этого льва. Выезжать смысла далеко нет, потому что там и так времени остается мало. Он выиграет, он выиграет этот бой, ну, лев, по превосходству в любом случае. Даже если он едет. Поэтому нужно было здесь как-то оставаться. Ну, судя по тому, как разворачивался лев, было видно, что он, ну, так сказать, немножко слабый игрок. Можно было попытаться его, ну, стоя здесь, там или с той стороны, попытаться развести и спокойно его разобрать с барабана, будучи шотным. Но, к сожалению, он почему-то решил уехать и отдал свой танк. Ну, давайте, короче, теперь смотреть статистику нашего героя. Давай, выходи уже. Поражение, к сожалению. А могла быть победа. Сейчас барабанная дробь. Да, 4800, почти мастеросик. Но это был бы явным мастер, если бы он, конечно, выиграл этот бой. 200 тысяч фарма, ну, плохо так-то. Ну, что? Ну, что? Открываем. И тут у нас 46%. Я ему потом вконтакте записываю голосовую, типа, блин, говорю, как так? У тебя не может быть вот такой процент. На что он мне отвечает? На самом деле, это, говорит, его там очень давнишний старый аккаунт. И теперь у него там есть другой аккаунт, о котором 13 тысяч боев и 60%. Ну, короче, решил вот зайти и поиграть. Окей, давайте заценим льва, против которого он остался. Как видите, да, я был прав. Лев, ну, начинающий, неопытный игрок, которого можно было пытаться разводить и выигрывать этот бой. Ну, и гусь, который хотел в рифму сказать, но не буду, но я думаю, кто знает, тот знает. Ну, и гусь, который испортил нам, так сказать, весь бой. Но, к сожалению, наш герой сам бы в этом виноват. Что ему помешало вкатить, не знаю, чего он испугался. Так бы он просто в него закатил и выиграл бы этот бой спокойно, сохранив кучу хп. Ну, с кем не бывает. В общем, ребята, всем большое спасибо за просмотр. С вами был Мелман. Всем пока-пока. С вами был Мелман.